Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я изготовлю сейчас мушку, которая проверена уже конкретно на Хариуса, также и по другой белой рыбе, которая встречается в нашей полосе украинской. Постараемся использовать самое минимальное количество материалов. Крючок я взял, как обычно, 16 номер фирмы Strike, можно брать 18-й, поставил латунную бусинку и огрузил немножко свинцом. Промазали клеем и позадвинем, теперь потрамбуем наш свинец. Немножко промажем клеем и будем изготавливать. Для изготовления нам понадобится немножко материалов, которые можно будет в процессе заменить. Но учитывая то, что изначально я эту мушку планировал в таком варианте, поэтому я вам буду изготавливать ее так, как она есть, а вы уже для себя будете подбирать другие материалы, как я вам буду рассказывать. Нить берем обыкновенную, желательно, конечно, потоньше, порядка 8 или 10-0. Сперва я буду крепить вот такой материал. Как я уже неоднократно рассказывал, его можно заменить на проволоку, на леску. Как вам будет удобно. Впритык к нашему свинцу, так чтобы потом у меня не было никаких провалов, я проматываю по цевью приблизительно до начала загиба. Вот столько нам будет достаточно. Убираем наш материал. И теперь берем ответственный момент, хотя сейчас я вам покажу. Значит, эту мушку можно изготавливать как вот в таком болотном оттенке, ближе к коричневому оттенку. Вот так будет лучше видно. Ближе к коричневому оттенку. Также можно изготавливать его, вот мы будем изготавливать, вот в таком непонятно персиковом варианте. И можно изготавливать вот в таком лимонном. Какой вы для себя выберете, но обычно желательно иметь в комплекте 2-3 расцветки вот нашей мушки. Я беру теперь обыкновенный, как я уже рассказывал, клей, карандаш. И слегка промазываю нашу нить. Даббинг можно использовать и из наборов, то есть так, как вам будет удобно. Но учитывая то, что здесь я вот взял пучок, и он у меня штапельный, о чем я уже неоднократно рассказывал, особенность этой пряжи, что очень удобно работать и изготовить практически любой толщины нам нить. Вот у меня в начале, как говорится, вышла вот такая тоненькая-тоненькая веревочка, которая меня вполне устраивает для намотки в начале тела. И мы теперь сделаем один оборот назад и начинаем теперь с помощью нашей, вот такой, не отпускаем нашу нить, с помощью прокручиваем, начинаем формировать наше тело. Следим за тем, чтобы мы слегка его расширяли и вышли уже к месту крепления свинца. Подкручиваем даббинг вот с нашей толщиной свинца. И теперь уже подровняем и по свинцу, дальше формируем небольшое утолщение. Как вы видите, очень даже хорошо у нас и сразу происходит сементирование нашего тела. Что очень важно. Не доходим буквально пару миллиметров до нашего шарика и заканчиваем крепить нашу пряжу. Вот такого количества будет вполне достаточно. Как вы видите, вот из пакета, который стоит копейки, мы можем изготовить какое количество мушек. Это дополнение к тому, что я рассказывал, особенность выбора материала. Немножко промажем нить и закрепим ее там, где мы перестали мотать уже нашу пряжу. Совсем немножечко. Не ленитесь, потому что в основном мушка для хариуса ее не пропускает окунь, а они хорошо ее потрепят. И учитывая теперь то, что мы с вами обмотку тела выполняли в одну сторону, естественно, нам наш вот такой люрекс. Выберем шаг для себя. У загиба я выполняю один полный оборот. И уже в процессе обмотки выберите для себя шаг. Это не принципиально, какое количество. Три, пять, восемь. Все зависит от ширины вашего люрекса. И плюс к тому же все зависит от того крючка, на котором вы изготавливаете мушку. Вот так доходим. Не делаем полный оборот, для того, чтобы не занимать место уголовки. Перекидываем нашу нить. Закрепим. И отрежем остатки нашего материала. Не забываем обязательно еще немножко капнуть. Подправим край. Капнуть сюда. Немножко клеем. И подготовим перышко для опушки. Так как вы и просили. Совсем-совсем простую, насколько возможную, но в то же время проверенную, чтобы ловила рыбу. Вот еще один вариант, помимо того, что я перед этим выкладывал в интернете, который очень хорошо ловит круглый год практически любую рыбу. Я подготовил перышко куропатки. Вы можете брать, допустим, как я уже неоднократно показывал, по остаткам курица или с седла петуха, чтобы было подходящее перо. Я его подготовил вот так по длине обородок. И теперь начинаем его крепить. Закрепили. Остатки я не удаляю, а переворачиваю замком и делаю хотя бы один-два оборота с расчетом того, что наша нить еще пропитана клеем. И нить оставляю у колечка. Теперь нам с вами остается только лишь выполнить один-два, сколько вот у вас выйдет, допустим, оборотов. Сделали полтора, буквально два оборота, сколько у вас выйдет с вашим пером. Я нанес, как обычно, нить на нить клей. И вот такая наша мокрая мушка, которая тоже собирательный образ, готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!